Чтобы увеличить рождаемость в регионе, прежде всего, самарские депутаты предлагают изменить ментальность молодых людей. По их мнению, женщины должны рожать первенца до 25 лет, ведь у семьи должна оставаться возможность обзавестись вторым, третьим, а может быть и четвертым ребенком, пока родители молоды и полны сил. Этот вопрос стал одной из главных тем, о которых говорили на дискуссионной площадке. Сегодня мы на обсуждение нашей дискуссионной площадки выносим все предложения социального блока, которые прозвучали в послании президента, и нам нужно услышать, во-первых, мнение наших коллег, второе, услышать мнение общественности, и третье, может быть, посмотреть даже какие-то другие еще предложения по расширению мер социальной поддержки семьи с детьми. Коллег по депутатскому цеху поддержали и самарские медики. Основа развития нашего общества – это укрепление семьи. Соответственно, через укрепление семьи мы будем идти к организации системы здравоохранения. Еще один не менее важный вопрос, который стал предметом обсуждения депутатов и общественников развития волонтерского движения в Самарской области. Это направление уже дало первые весомые плоды. Благодаря труду добровольцев, Самара с блеском приняла иностранных болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Эти направления развиваются, исходя из широкой души именно самарских жителей. И поэтому здесь у нас все нормально сформировано, все функционирует. И поэтому 2020 год мы тоже проведем в полном соответствии именно с развитием волонтерского движения. Приоритетным станет празднование 75-й годовщины в Великой Отечественной войне. Волонтеры очень трепетно относятся к этому событию. Лучшие добровольцы, которые сумеют проявить себя, смогут рассчитывать на льготы. Например, дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.